Мы свои выводы сделали давно, скажем так. Вчера заседание Совета Безопасности ООН, которое вы все, наверное, видели, с точки зрения каких-то новых и дополнительных выводов, не могу сказать, что оно изменило наше мнение, но свидетельством, чего мы являемся, и вчера в своем выступлении, если вы обратили внимание, я на это также указал, что разочаровывающим фактом является то, что многочисленные встречи, многочисленные обсуждения, которые мы проводим, и, как вы понимаете, дипломатия – это не только открытые заседания Совета Безопасности ООН и не только публичные заявления. Это огромное количество времени, которое ты проводишь с закрытыми дверями, обсуждаешь вопросы, приводишь факты, документы, и за закрытыми дверями во время этих детальных обсуждений очень многие аргументы принимаются, потому что им нечего возразить, с тобой соглашаются. Но то, что происходит в публичном пространстве, это очень сильно отличается от того, что говорится за закрытыми дверями. И здесь мы очень часто видим, что здесь основным элементом для многих стран, западных стран, является их внутриполитическая повестка. И с точки зрения внутриполитической повестки, к сожалению, здесь фактор арбянского лобби, фактор сильного представления их в медиапространстве. Просто для этих, если так можно сказать, политиков, для них намного более выгодно не говорить то, что может завтра им во время их очередных выборов помешать. И это, естественно, наносит серьезнейший удар по переговорному процессу, потому что это создает неправильные ощущения и иллюзии у другой страны. И я считаю, что то развитие, которое мы имели на этой неделе, и необходимость силовой акции, и локальный контур террористических мер, которые предпринял Азербайджан, стали необходимыми и неизбежными, в том числе и потому, что многие те вещи, которые медиаторы и большие страны, они принимали как легитимный аргумент Азербайджана, но это почему-то публично не говорилось. На армянскую сторону и марионеточный режим не оказывал никакого давления для того, чтобы они это исполнили. И мы имеем то развитие, о котором сейчас все говорят с большим, как они говорят, с большой озабоченностью.